После его установления он был допрошен в качестве свидетеля, в ходе которого он сам показал, как именно совершил данное преступление. На первом допросе он признался в содеянном. Рассказал, что 24 октября пришел домой в 23 часа. Квартиру они снимали с двоюродным братом Хуснудином Хамидовым и его другом Равшаном Рахмоновым. Разговор зашел о деньгах. С него попросили 9 тысяч рублей за оплату съемной квартиры. Вспыхнула ссора, блеснули ножи. Тогда он рассказал, первым не бил, а защищался, чтобы самому остаться живым. От вида крови потерял сознание. А потом, испугавшись, переоделся и хотел уехать. Он выпресил нож, которым причинил смерть потерпевшим. И, купив билет в город Самару, решил вскрыться от органов следствия. Его задержали в автобусе на подъезде к Оксубаевскому району. Основываясь на всем этом, следствие ходатайствовало об аресте подозреваемого в двойном убийстве. Сегодня в суде Абдулазис Хусенов от первоначальных показаний отказался. Он говорит, что это неправильно написано. Что он это отрицает. Защита просила ходатайство следователя отклонить. Подозреваемый хоть и находился в России незаконно, но работал, пусть и неофициально. Был поваром в кафе вьетнамской кухни. На иждивение пожилые родители и семилетняя дочь. К тому же проблемы со здоровьем. Сердце побазует. К тому же, мало ли в чем он сознался. Допрашивали его как свидетели без адвоката. Свидетели непосредственными очевидцами не были. А орудия преступления нет. Эти ножи обнаружены? Данные ножи не обнаружены. Но подозреваемый показал, куда именно, как он выпрессил. Сейчас они установили. На проблемы со здоровьем упирал и сам подозреваемый, прося отпустить его под подписку о невыезде. Он говорит, что после задержания, когда первый день его привезли, он говорит, что ему стало очень плохо, условия ему не понравились. Вчера ночью вызывали для него скорую, чтобы оказали первой медицинской помощи. На самом деле, говорит, его брата с другом убили граждане Таджикистана, которые приставали к сестре, девушке и его брата. В ответ на силовой отпор обещали физически со всеми расправиться. Домой, говорит, пришел в час ночи и увидел бездыханные тела. Я точно знаю, но этот три парень убили у него. Уверяет, когда признавался, сам не ведал, что делает. Мол, поверил обещаниям, что его просто депортируют в Узбекистан. Они ему сказали, что у него была самооборона, то есть он защищал свою жизнь, чтобы он это признал. Если всю эту вину возьмет на себя, его депортируют в республику Узбекистан. Но детально все обстоятельства преступления в суде будут рассматривать после завершения расследования. Дожидаться его Абдул-Азизу Хусенову придется под стражей. Суд арестовал мужчину до 25 декабря. Алия Хайрудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдулин, Вызов 112.